Предприниматели все чаще оказываются под ударом бюрократических проволочек. Прокурорский надзор ориентирован на ликвидацию административных барьеров для бизнеса и обеспечения прав хозяйствующих субъектов, в том числе и при получении ими мер государственной поддержки. Этому была посвящена работа сегодняшнего круглого стола с участием представителей прокуратуры, правоохранительных органов, представителей бизнес-сообщества, организованного надзорным органом Карачева-Черкесии. Мадина Каракетова подробнее. Защита прав хозяйствующих субъектов – одно из приоритетных направлений в работе прокуратуры республики, подчеркнула, открывая работу круглого стола, первый заместитель прокурора Карачева-Черкесии Санал Бахников. Призвал представителей бизнеса говорить открыто о проблемах и трудностях, барьерах стороны надзирающих и контролирующих органов, фактах перегиба и административного давления. С учетом поставленных президентом Российской Федерации и генеральным прокурором Российской Федерации задач, удалось добиться снижения количества необоснованных плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышения эффективности привлечения к ответственности лиц, допускающих нарушения при осуществлении контроля. Также Санал Бахников рассказала о существенной работе, проведенной прокуратурой по подключению органов контроля к Единому реестру контрольных надзорных мероприятий и внесению в нее сведений. Также продолжается работа по пресечению нарушений прав предпринимателей, в том числе и при получении ими мер государственной поддержки. Старший прокурор отдела прокуратуры республики по надзору за исполнением федерального законодательства Светлана Зиздок рассказала, что в 2023 году выявлено было свыше 500 нарушений, и в целях их устранения принято 238 актов прокурорского реагирования. В первом квартале текущего года органами прокуратуры республики уже выявлено 147 нарушений законодательства. В данной сфере внесено 62 акта прокурорского реагирования. Практика прокурорского надзора показывает, что распространенным нарушением, сотрагивающим права предпринимателей является издание незаконных нормативных правовых актов, выявляются также пробелы в нормотворчестве. Как в прошлом, так и в текущем году прокурорами уделяло внимание вопросам приведения правовой основы взаимоотношений органов власти и бизнеса в соответствии с федеральным законодательством. По словам Светланы Зиздок, особое внимание уделяется защите прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных ими контрактных обязательств. В 2023 году, благодаря прокурорскому вмешательству, погашена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 400 миллионов рублей. Была проделана большая работа с приведением в соответствие с законом правовых актов в области регулирования торговой деятельности, о порядке осуществления различных видов регионального контроля, пресечены нарушения прав предпринимателей на своевременное и качественное оказание государственных и муниципальных услуг. Предприниматели также, в свою очередь, подняли ряд проблем, с которыми они сталкиваются в работе, в частности, связанных с земельным вопросом, точнее, с переоценкой кадастровой стоимости земель и повышения налога на землю. Объект еще не введен в эксплуатацию, при этом уже достаточно была бы высокая нагрузка на предпринимателя, ввиду того, что дохода нет, а налоги надо платить. А сейчас некоторые объекты переоценились какие-то в 4, какие-то в 5, некоторые до 20 раз. Кадастровая стоимость увеличивается, соответственно, увеличивается налоговая нагрузка на предпринимателей. В обращении в органы кадастры, точнее, с чем связана данная оценка земельного участка, нету какого-то понятного, внятного механизма, по которому определяется стоимость имущества. Этот вопрос и ряд других путнятых предпринимателями первый заместитель прокурора республики Санал Бахников взял под личный контроль. По итогам круглого стола намечен комплекс мер по повышению результативности деятельности по защите прав предпринимателей. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.